Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии. Марина Мышко. Главное к этому часу. 12 человек под завалами. В Новосибирске бригаду засыпало в котельной, закрытой на ремонт. Погибли люди. Этого хотят и родители, и дети. Десятки молодых мам из красноярской покровки сегодня потребовали. Дайте нам садики. К нам едут легендарные шведы. Впервые в истории сборная этой страны по хоккею с мячом встретится с клубом Енисей на нашем стадионе. И развлечься, и перекусить. Белые мишки обитателей Ройва Ручья получили в подарок высокотехнологичные умные игрушки. И начинаем с ЧП в соседнем Новосибирске. Сегодня днем в котельной, закрытой на ремонт, рухнула стена и перекрытие. В это время там работала строительная бригада. Предполагалось, что под обломками могут находиться до 12 человек. К их поиску привлекли 380 спасателей и 40 единиц техники. На данный момент найдено 4 человека. Один госпитализирован. В МЧС сообщают, что разобрана уже большая часть завала. Вероятнее всего, что других пострадавших не будет. Но спасатели продолжат работать до полной очистки территории. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Продолжаем выпуск. В Каннске сегодня днем на улице Магистральной столб рухнул прямо на проезжую часть. Причиной стал грузовик, который запутался в проводах, оборвал их и повалил саму электропору. В результате небольшой затор на дороге, но главное, обесточены, по последней информации, 64 жилых дома. За ситуацией на месте следит моя коллега Анастасия Мосина. Настя, добрый вечер. Скажите, когда людям вернут электричество? Аварию устраняют до сих пор. И жилые дома продолжают стоять без света. Не работает на магистральное и уличное освещение. Буквально перед эфиром в телефонном режиме я разговаривала с энергетиками. Они, конечно, заверяют, что не прекратят работы, пока не восстановят линию полностью. При этом говорят, что если потребуется, будут работать и ночью. Но дают позитивный прогноз. Они надеются вернуть людям электричество уже ориентировочно через полтора-два часа. Напомню, что с момента самой аварии прошло уже почти 8 часов. И если с днём большинство людей были на работе, то сейчас по возвращению их ждал неприятный сюрприз. Настя, а больницы или садики не попали под это заключение? Нет, социально значимых объектов отключения не коснулось. Под него попали только один магазин и дома людей. Очень надеемся, что им дадут электричество уже в ближайшее время. Спасибо, Настя. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Десятки красноярских мам в Покровке вышли на улицу, чтобы городские власти обратили внимание на их проблему. В микрорайоне катастрофически не хватает детских садов. Сотни малышей стоят в очереди годами. Родителям приходится отдавать детей в частные дошкольные учреждения или сидеть с ними самим. Все подробности в сюжете далее. Покровки нужны за ты! О том, что в микрорайоне не хватает садов, буквально кричат и взрослые дети. Сегодня десятки молодых мам вместе с малышами вышли на импровизированный митинг-прогулку. И все ради того, чтобы их наконец услышали. Мы стоим в очереди номер 547 из 900 человек. Соответственно, мой ребенок, которому уже три года, в сад пойдет, в лучшем случае, лет в пять. Собственно, мне это и сказали в отделе образования, когда я туда ходила. Ждите. В Покровском пара десятков частных и шесть муниципальных детских садов. Застройка с каждым годом становится все плотнее. Сейчас в одних только новостройках проживает примерно 40 тысяч человек. По данным департамента образования, очереди в детский сад здесь ждут по меньшей мере тысяча малышей. Но мамочки уверяют, эта цифра гораздо больше. Некоторым родителям предлагают места в пределах центрального района, к которому и относится Покровка. Но выбраться из квартала новостроек – та еще задача. Бывают такие ситуации, которые как издювку, иначе не воспримешь. Например, когда маме с тремя детьми дают разные детские сады каждому ребенку. Вы представляете, как это нужно ей? А если на автобусе объехать с утра центр и пару садов микрорайона Покровского, это вообще возможно? Это строящийся муниципальный детский садик в микрорайоне Покровский. Заложили его в декабре прошлого года, а вот сдать должны, если верить строителям, в октябре этого. Однако местные жители не верят, что все будет готово к этому сроку, да и не решит один садик их проблем. Городские власти обещают, через два года в Красноярске будет 19 новых садов. Это позволит дать места сотням малышей, стоящих в очереди. Пока же местным предлагают пользоваться услугами частных садов, которые заключили соглашение с мэрией. С девятью муниципальными, с частными дошкольными образовательными учреждениями у города Красноярска оформлены отношения во взаимодействии, так скажем, в формате поддержки ЧДО. О чем я здесь хочу сказать? О том, что в бюджете города Красноярска предусмотрено 332 миллиона на выкуп мест у индивидуальных предпринимателей. И наши дети правят посещать эти детские дошкольные учреждения за оплату, которая у нас составляет оплату в муниципальных дошкольных садах. Идти на такой вариант или ждать своей очереди дальше, тут уже выбор за родителями. Малыши, кажется, ждать уже не могут и громко заявляют, чего они хотят. Я хочу встать! Сергей Сеславин, Алексей Овсянников. Енисей. Новости. Больше 200 домов могут снести в Красноярске, в районе Николаевки. На сайте мэрии появилось распоряжение о развитии городской территории в границах улиц Сопочной, Революции, Чкалова и Николаевского проспекта. В документе говорится, что этот участок является зоной многоэтажной жилой застройки. Тем не менее, сейчас там находится более 200 частных подворий. В ближайшее время их хозяевам разошлют копию распоряжения. Когда именно начнется расселение и снос, пока неизвестно. Обычная семья пенсионеров, которая никогда не занималась животноводством, решила открыть ферму по разведению овец. Пожилая пара переехала в Большомуртинский район и начала с ноля обустраивать хозяйство. А помог им в этом краевой грант. Сейчас у них огромное стадо. Оценить успехи новоиспеченных ововцеводов приехал глава региона Александр Ус. Подробности в сюжете далее. Объягнилась, к матери подошел ягненок и растет. Четыре месяца. Четыре месяца ягненка исполняется. У нас туровый окот идет. Туровый. Людмила Васильевна показывает главе региона Александру Усу свою гордость. Стадо почти в тысячу голов. Он приехал познакомиться с хозяйкой, потому что ее история удивительна. Женщина обустроила ферму буквально на ровном месте. Причем не в молодости, а выйдя на пенсию. До этого она жила в Кодинске, работала с мужем на лесокомбинате и даже не думала стать животноводом. Кто же знал, что овцы – это не только ценный мех, но и лекарство от депрессии. Оказывается, на пенсии очень скучно сидеть оказалось. В депрессию начали впадать. Ну, решили чем-то заняться. Чем заняться? Вот тут подсказали нам, что есть такое место. Ну, сын проезжал здесь, поинтересовался, что есть такое место. Земля есть, можно взять в аренду земли. Электричество самое главное, с чего начать. Сразу трудно было первая зима, дом холодный, замерзали. Ну, и все, потихоньку, потихоньку дело сдвинулось с точки. Первую, совсем маленькую партию овец для разведения купили 7 лет назад. Постепенно стадо росло, ферма медленно, но верно развивалась. Настоящий рывок удалось сделать 3 года назад, когда хозяева получили краевой грант – почти 6 миллионов рублей. На эти деньги построили овчарни на полторы тысячи голов. Привезли 500 ярок и дельбаевской породы и купили трактор для заготовки сена. Такую поддержку в нашем регионе стали оказывать с 2012 года. Гранты начинающим фермерам составляют 3 миллиона рублей. Семейные животноводческие фермы – это до 30 миллионов рублей. В случае, если грант берется на создание семейной фермы по содержанию крупного рогатого скота молочного либо мясного направлений, и до 21,6 миллиона на иные направления. Всего у нас выдано более 300 грантов почти на уже 900 миллионов рублей. Это средства и краевого, и федерального бюджета. Сейчас за свежей бараниной к Людмиле Васильевне приезжают с разных районов края. Кроме членов семьи на ферме официально трудятся 4 наемных работника. Сотни гектаров никому не нужных заброшенных земель теперь арендованы ей под пастбище. Беспокоит хозяйку одна проблема – поля пересекает оживленный Енисейский тракт. А на нем нет знака перегон скота. Несколько раз машины сбивали овец. Мы вот малороссейки у Людмилы Васильевны. Значит, у них есть давнишняя просьба поставить на трассе знаки, да. Разберитесь, это надо сделать и в ближайшие не недели, а дни. В планах Людмилы Васильевны увеличить стадо еще вдвое, до 2000 голов. Сейчас все необходимое для этого у нее есть. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Помочь землякам советом решил житель Лисосибирска. Подробности расскажем в продолжении выпуска. Дилера «Медведь Лада». Внимание! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка? Приноси и получи 10 тысяч рублей при покупке новой. Только с 27 августа по 8 сентября в ДК «Краза». Улица Тельмана, 30. У меня варикоз. Что делать? Альфа-клиник. 202-98-01. Санаторий-профилакторий «Березка» в городе Зеленогорске приглашает на отдых и лечение. Пока директор в отпуске, мы распродаем путевки по цене от 1370 рублей. «Березка» – ваш любимый санаторий. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены – признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья – образование тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза за 40 минут. В клинике лазерной хирургии варикоза нет. Успей купить за полцены. Куртки и ветровки. Скидка 50% на прошлые коррекции. Только до конца августа на московской ярмарке. Матросова 18, магазин «Ермак» и ТЦ «Авиатор» на «Авиаторов 5». Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика «Смайл». Более точная и менее травматичная только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. А на мебельной базе шкаф платильный. Всего 2 990. Торговый дом «Хоскомплект». Это оптовая продажа хозяйственных товаров. Новый выставочный зал на тысячи квадратных метров. Инструмента, электротоваров, сантехники, товаров для дома и сада. У нас внимательное обслуживание, низкие цены, доставка по краю, отсрочка платежа. «Хоскомплект». Всегда выгодно, удобно, надежно. Присоединяйтесь в семью «Тойота» вместе с надежным партнером «Медведь Бизнес Авто». Выгодные условия приобретения – широкий выбор автомобилей в наличии из ПТС. Специальные финансовые программы от АО «Тойота Банк» позволяют быстро и просто выбрать и в тот же день уехать на новом автомобиле. В дальнейшем вы можете с легкостью обслуживать свой автомобиль в новом автосалоне «Тойота» в Красноярске. В автосалоне также представлены автомобили с пробегом и действуют услуги комиссии и выкупа. Город Красноярск, Караульная, 37. Чем грозит киста молочной железы? Как избежать варикоза и куда обращаться, если щитовидная железа дала сбой? Если вас мучает проблема варикозного расширения вен, то необходимо просто обратиться к профессионалам и не отчаиваться. В этой новой клинике я попала на прием к Андрею Владимировичу, хирургу-флебологу. Он произвел осмотр и сделал вывод, что варикоз у меня имеется, только он скорее косметический, то есть ретикулярный. А вот чтобы избежать серьезной болезни, необходимо обратиться в центр, где при необходимости могут применить лазерные методики. Такие методики применяются не только при варикозе, но и в фиброаденоме молочной железы. Если ее не удалить, есть вероятность перерождения в злокачественное новообразование. Узлы также могут образовываться и в щитовидной железе. Поэтому во многих случаях врачи рекомендуют лазерную деструкцию уплотнений. Она применяется для лечения таких заболеваний щитовидки, как узловой злок кисты щитовидной железы. Центр лазерной хирургии «Альфа-клиник» «Партизана-железняка» 26А. В частном доме в Красноярске появился первый автоподъемник для ребенка-инвалида. Его установили на средства спонсоров, которые согласились реализовать этот пилотный проект. Устройство сделали индивидуально для удобства школьника и его семьи. Подробности в сюжете далее. Для 12-летнего Леши этот чудо-подъемник – настоящий подарок. Теперь за несколько минут он может выйти на улицу. Эту конструкцию установили в частном доме. Ее вмонтировали в лестницу. Раньше, рассказывает отец мальчика Владимир, приходилось таскать Лешу на руках. Передвигаться самостоятельно он не может. Труднее всего вывести мальчика из дома маме. Сын растет, и тягать его на себе – это большое испытание. Теперь с появлением подъемника ребенок-инвалид чаще будет гулять на свежем воздухе. Самое главное – восторг у ребенка. Ему очень понравилось. Он любит ездить. Он пытается нажимать на кнопки. Хоть это и нельзя по инструкции, но все равно в дальнейшем все-таки планируется, что он будет сам подниматься, спускаться на нем через 2-3-5 лет, возможно. Разработчики этого устройства – специалисты СФУ. Они совместно с производителями реализовали этот проект. Сконструировали самый простой вариант, чтобы подъемник был удобным и безопасным. В нем встроена кнопка аварийной остановки. При открытой калитке платформа никуда не сдвинется с места. Специалисты уверены, что техника не подведет даже зимой. Подобного рода подъемники мы испытывали. Здесь в наших условиях климатических до 25 градусов мы спокойно гарантируем эту работу. После 25 градусов, наверное, опыт эксплуатации покажет. Я считаю, что данный этот подъемник будет работать в условиях примерно так же 25 в температурном режиме, 30 градусов. В администрации Свердловского района уверяют, это лишь первая ласточка. В таких подъемниках и пандусах нуждаются многие красноярцы-колясочники. Лишь в этом районе их 75 человек. Живут в многоэтажках и не могут выйти на улицу без посторонней помощи. Практически сидят в квартирах в заперти. Конечно, работу эту надо продолжать дальше. Есть у нас намерения такие. Естественно, вопрос упирается в финансирование. За 5 лет мы можем при выделении суммы 9 миллионов 100 тысяч, за 5 лет мы все 75 мест и всех инвалидов-колясочников можем обеспечить свободным доступом. Районные власти хотят установить 25 таких конструкций, а в остальных многоэтажках пандусы. Чтобы реализовать эти планы, необходимо принять специальную программу. Это лишь следующий шаг, чтобы для таких же людей, как Леша, появилась доступная среда. Екатерина Павленко, Максим Галат, Енисей Новости. Неожиданная находка. Почти 70 лет спустя в западных Саянах нашли самолет Ан-2, который разбился в непогоду. Кукурузник собирал пушинину на маршруте от Красноярска до Тувы и разбился на перевале. Тогда, в 1951 году, без вести пропали 4 члена экипажа. Двое пилотов – участники Великой Отечественной войны. Обломки советского биплана обнаружила команда вертолетчиков. С высоты около 2000 метров они заметили алюминиевые части, двигатель и другие детали. Люди проходили, видели эти обломки. Но в голову просто не приходит, что это потерявшийся самолет, что никто о нем ничего не знает. Тем более, людей там на самом деле было очень мало. Это альпинисты и редкие группы туристические проходили мимо. Там нет ни дороги, ни маршрут такой ненахоженный, так скажем. По номеру двигателя не составило труда определить личности погибших. Через полицию удалось найти их потомков. Теперь пилоты, которые нашли кукурузник, ищут единомышленников, чтобы собрать новую экспедицию. Они надеются разыскать останки экипажа и увековечить их память. Были подняты архивы, были направлены запросы, в том числе и родственникам погибшего экипажа, для того, чтобы они разрешили предоставить о себе данные. Всю информацию мы передали инициатору запроса для дальнейших действий. Красноярцы смогут выбрать скверы, которые благоустроят. В следующем году скоро запустят голосование, где будут предложены варианты для каждого района. Подробнее об этом мы не только в блоке коротких новостей. Стрелять по колесам машины нарушителя пришлось полицейским Зеленогорска, чтобы заставить водителя остановиться. Сначала патрульные попросили его через громкоговорители, но автомобилист не подчинился. Началась погоня. Когда водитель приблизился к жилым кварталам и стал угрожать безопасности людей, полицейские открыли огонь по колесам. Но и этого оказалось мало. Экипажу пришлось прижать нарушителя к обочине. Водитель, когда его задержали, отказался проходить тест на алкоголь. Мужчину теперь ждет арест, лишение прав и штраф сразу по нескольким статьям. Сегодня главные красноярские часы, которые в народе называют «Биг Бен», снова остановят. На башенных часах будут проводить профилактический ремонт. Настроят блок управления и обновят программное обеспечение. Это уже вторая остановка за месяц. До этого часы отключали 24 августа. Также из-за технического обслуживания. Напомню, первый раз часы в виде «Биг Бена» на здании городской администрации запустили 8 сентября 2001 года. В Красноярске пройдет голосование по выбору скверов и парков, которые будут благоустроены в 2020 и 2021 годах. На выбор будет представлено несколько площадок в каждом районе. Отдать свой голод за тот или иной вариант можно будет на сайте мэрии Красноярска, либо в портале 24 благоустройства РФ, или в специально отведенных местах. Это школы и гимназии города. Голосование пройдет со 2 по 12 сентября. Необычное и полезное развлечение для белых медведей. Арктическим хищникам из Роева ручья привезли уникальные игрушки. Это пластиковые шары и цилиндры с секретом внутри. Евгения Шелковникова изучила головоломку и узнала, почему животные не могут расстаться с таким подарком. В специальные капсулы кладут лакомства рыбу, замороженный сок, ароматное масло. Десятки таких интерактивных игрушек в виде шара и цилиндра из особо прочного пластика подарила Роснефт белым медведям, находящимся под опекой компаний в российских зоопарках. Первые подарки получили питомцы Роева ручья, где содержатся спасенные медведицы из Норильска и с острова Диксон. Это очень сложный продукт. И, конечно, его появление было бы невозможно без поддержки компании Роснефть. Это наши идейные вдохновители, ну и люди, которые все время помогали, ободряли нас в этом деле. Медведи одни из самых умных животных. И им очень важно, чтобы какое-то было занятие, какие-то головоломки, какое-то движение. Ну вот, мне кажется, это у нас получилось. Изготовили игрушки для всех российских зоопарков наши местные производители. Все изделия уже отправились в 16 городов страны, где содержатся 35 животных. Экологически чистые и качественные игрушки оказались в три раза дешевле зарубежных аналогов. Данные игрушки, ну скажем, на территории Российской Федерации не выпускаются вообще. Есть аналоги ближайшие, это Штаты и Германия. На самом деле эти шарики очень просто устроены. Здесь есть две емкости для начинки, которая источает сильный аромат, они плотно закрыты. А также вот такие выемки для вкусняшек. Но чтобы добраться до лакомства, хищникам стоит еще потрудиться. Ответственная экологическая политика – одно из ключевых направлений работы нефтяников в крае, которые вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. Эту заботу ощущают и медведи. Евгения Шелковникова, Сергей Камашев, Енисей. Новости. Легендарная сборная Швеции по хоккею с мячом приедет в Красноярск. Впервые в современной истории России именитые спортсмены сразятся в товарищеских матчах с Енисеей. Турнир пройдет в начале сентября. Сейчас наши хоккеисты активно готовятся к встрече. Моя коллега Екатерина Павленко побывала на тренировке и узнала, почему эта серия игр так важна для клуба Енисей. Игроки Енисея тачивают угловой удар. Сейчас они усиленно тренируются перед схваткой со шведами. На лед стадиона выходят несколько раз в день. Легендарных соперников хотят встретить достойно. Я считаю, что будет интересная захватывающая игра. Естественно. Каждая команда захочет победить, несмотря на статус товарищеского матча. У них свои есть плюсы. У нас свои. Думаю, каждый откроет какие-то свои козыри. Посмотрим, у кого они могут быть лучше, у кого-то хуже. В сборную Швеции войдут именитые игроки. Десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов знает их как родных. Говорит, легендарные спортсмены носятся словно пули. Хорошо стоят на коньках и владеют клюшкой. Поэтому битва с сибиряками будет серьезной. В много раз Ломанов-младший сражался против них. И целый год сам был частью команды шведских игроков. Было очень интересно. Такую смесь шведского, русского хоккея во мне. И поиграв там тоже год уже на самом высоком уровне. Очень интересный чемпионат. Им тоже будет очень полезно. Они сами-сами говорят об этом. Что приехал сюда в Красноярск, сыграет с одной из лучших команд мира. Красноярские хоккеисты уверены, что серия игр превратится в настоящий праздник для всех зрителей. Ожидается, что трибуны во время игр будут переполнены. Болельщики приедут из других регионов. Сейчас билеты раскупаются стремительно. Еще бы. Ведь не только в истории Енисея, но и в истории нашей страны. Впервые сборная Швеции приезжает на серию матчей с российским клубом. На стадионе Енисей со шведами планируют провести три товарищеские игры. Самый первый матч состоится уже 3 сентября. Соперники серьезные. Это сборная Швеции приезжает. Они здорово в обороне играют. Хороший контроль мяча. Так что нам придется, конечно, подобрать правильную тактику с ними, чтобы сыграть с ними наравне. Но победа в этом поединке, уверены хоккеисты Енисея, не главное. Важно, что игроки такого высокого уровня встанут на сибирский лед. И у соперников есть чему поучиться. Эти матчи – большая подготовка перед Кубком России и мира. Екатерина Павленко, Максим Галат, Енисей Новости. В Идренском районе нынче собирают рекордный урожай лисичек. Подробности после рекламы. Присоединяйтесь в семью «Тойота» вместе с надежным партнером «Медведь Бизнес Авто». Выгодные условия приобретения – широкий выбор автомобилей в наличии из ПТС. Специальные финансовые программы от АО «Тойота Банк» позволяют быстро и просто выбрать и в тот же день уехать на новом автомобиле. В дальнейшем вы можете с легкостью обслуживать свой автомобиль в новом автосалоне «Тойота» в Красноярске. В автосалоне также представлены автомобили с пробегом и действуют услуги комиссии и выкупа. Город Красноярск. Караульная, 37. Внимание! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка? Приноси и получи 10 тысяч рублей при покупке новой. Только с 27 августа по 8 сентября в ДК «Краза». Улица Тельмана, 30. Компания «СК Мебель» предлагает кухонные гарнитуры под заказ по индивидуальным размерам. Возможно комплектация бытовой техникой. Обведенные группы из массива «Бука» и «Дуба». Производство города Тулы. Компания «СК Мебель» в мебельных центрах «Семь слонов» и «Континент». Торговый дом «Хоскомплект» – это оптовая продажа хозяйственных товаров. Новый выставочный зал на тысячи квадратных метров. Инструмента, электротоваров, сантехники, товаров для дома и сада. У нас внимательное обслуживание, низкие цены, доставка по краю, отсрочка платежа. «Хоскомплект» – всегда выгодно, удобно, надежно. Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика «Смайл». Более точная, менее травматичная только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Успей купить за полцены. Куртки и ветровки. Скидка 50% на прошлые коллекции. Только до конца августа на московской ярмарке. Матросова, 18, магазин «Ермак» и ТЦ «Авиатор» на «Авиаторов-5». Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Молодой лесосибирец придумал, как сделать жизнь горожан лучше и ярче. Несколько месяцев он выходит в центр города с самодельным плакатом «Ты совершенство». Люди уже оценили необычный перформанс земляка. Теперь Максим решил попробовать свои силы в другом направлении. Он дает эмоциональные советы всем желающим. Подробности расскажет Андрей Давыдов. Кусок картона, пара маркеров и, конечно, желание подарить своим землякам радость. Вот и все, что нужно Максиму Чувашеву, чтобы устроить необычный перформанс на улицах родного города. Пять минут работы и плакат с лаконичной надписью «Ты совершенство» готов. А уж что это, комплимент или забытая истина, каждый должен решить сам. Максим признает, что первое время люди настороженно относились к его акции. Но доброжелательный молодой человек сумел расположить к себе жителей города. И теперь его приветствуют из проезжающих автомобилей, ему улыбаются прохожие, а некоторые даже спешат сделать селфи. Ой, мне кажется, отлично повышает самооценку. Идешь весь нагруженный своими проблемами, какие-то вопросы нужно решать. А тот раз и улыбка на лице. Действительно, ты совершенство. Каждый человек совершенство, и это прекрасно. Вдохновленный таким успехом, Максим решился на еще один перформанс. Теперь он выступает в роли уличного психолога, дает своим землякам эмоциональные советы. Эту акцию я увидел 11-летний мальчик в Бруклине. Он сидел так в метро и давал за 2 доллара эмоциональные советы. Мне показалось это красивым. Я подумал, я смогу ли я так же. Вчера я вышел первый раз, руки, ноги немного подрагивали, но все в итоге получилось. За два дня за советом к Максиму обратилось всего несколько человек. По его наблюдениям, на контакт охотнее идут молодые люди. Чаще всего их беспокоят обиды на близких людей. И порой бывает достаточно просто выслушать человека, чтобы ему на душе стало легче. На самом деле это интересно, потому что, как он сам говорил, как-то своему родному человеку не хочется высказаться. Иногда как-то немного стесняешься. А тут вроде бы другой человек, город большой, может быть вообще не в строительстве. Ты вроде высказался, получил какой-то совет, пообщался, самое главное, если тебе не хватает немного этого. И как-то на душе становится приятнее. Я тоже решил воспользоваться счастливой возможностью и получить совет от уличного психолога Максима. Максим, скажи, где найти точки для внутреннего роста, для развития в творчестве, в профессии? Что именно мне сказал Максим, я сохраню в тайне. Но для себя я решил, что непременно воспользуюсь его советом. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости. Программа нашего канала «Утро на Енисее» готовится отметить свое семилетие. Многочисленные зрители уже готовы поздравить любимых ведущих и авторов с этим событием. Мы узнаем новости, края, погоду, слушаем гороскоп, какие интересные события происходят. Все это смотрим. Вообще, ваш канал очень мне нравится. Он освещает такие народные, злободневные темы. Поэтому о программе «Утро на Енисея» желаю позитива, процветания и долголетия. Очень интересные программы, очень полезные для жизни красноярцев. Чтобы развивалась, не закрывалась передача, так же показывали по утрам, по эфиру. Спасибо, что есть. А в это время команда утренней программы готовит для красноярцев большой праздник. Пройдет он 3 сентября в Оленье Платином. Там можно будет встретиться с корреспондентами и ведущими, поучаствовать в конкурсах и фотосессиях, получить призы и подарки, а также открыть сезон катания на коньках и посмотреть показательные выступления по хоккею с мячом. Билеты стоят очень дешево. Они продаются в кассах спорткомплекса и на его же официальном сайте. Грибной ажиотаж в Идринском районе – рекордный урожай лисичек. Их настолько много, что местные жители сдают добычу целыми ящиками. Подробности в сюжете Евгения Шелковниковой. Вот оно – одно из главных таежных богатств Идринского района. На грибы нынешний сезон оказался невероятно урожайный. Тонны лисичек собирают местные жители в лесах и сдают на переработку в заготовительные пункты одного из пищевых предприятий края. Зависит от того, что есть, где дождь нет, мы мокрые не берем. Если погода хорошая, то тонны две свободно в день у нас проходит. Идринскую лисичку отправляют прямиком за рубеж, ведь этот вид не портится при длительной транспортировке. Несколько фур уходят в Прибалтику. Там сибирские грибы пользуются большой популярностью. Их и в пищу употребляют, и лекарства делают. Цена хорошая гриба у нас пока берется на сегодняшний день. Закупочная цена гриба, может уже говорили, более доллара получается. На сегодняшний день было больше доллара, в связи с тем пошли дожди. Лисичка стала крупная, ну, маленечку ему цену убавили. Не тот рисунок, не тот, получается, у гриба размеры. В связи с этим пришлось понизить цену. Как у нас покупатель понизил цену, мы понизили цену. А в местном перерабатывающем цехе готовят свое сибирское лакомство. Уже заказали первую пробную партию грибной икры. Приготавливаем, берем гриб, чистим, моем, помещаем в котел, варим, добавляем обжаренную морковку с чесноком и тушим. Дальше раскладываем по баночкам, закатываем и стерилизуем. Попробовали сделать маленькие домашние партии, принесли на работу, это понравилось всем. И, ну, задумались о том, чтобы произвести это в промышленном масштабе. Сейчас пробуем, ну, надеемся, что все получится. Партия грибной икры поступит на прилавки магазинов уже этой осенью. А тем временем в хозяйстве планируют создать крупную заготовительную контору, чтобы перерабатывать больше таежной продукции. Евгения Шелковникова, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Карьера и личная жизнь Поли Нельсон трещат по швам. Так было не всегда, но сейчас ей на голову свалился идеальный мужчина, пропавший сын и проблемы на работе. Что спасать в первую очередь, смотрите в фильме «Экзамен для двоих» в 21.20. А у меня на этом все. Итоги дня подведем в 23.30. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok